بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروري أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يرلل فلا هاديا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد وأشهد أن شروري أن سلسة الأسلسط الرسول سليس بذلك سلسة الأسلسط الرسول شكرا، شريطينية الصلاة той программе, которую установили улема, которую указали нам ученые, предшественники из числа улема. Они нам советовали, этот метод улема, изучение, чтобы состояло оно из двух вещей. Чтобы состояло из такой вещи, как хифс, то есть выучить наизусть. Второе, понимание того, что ты выучил наизусть. Это самый лучший метод вообще. Есть некоторые тексты, по-арабски текст значит метан. Хорошо, метан, по-арабски, множенное число мутун. Так вот, есть некоторые тексты, которые улема очень советовали учить людям наизусть. Конечно, мы здесь не будем требовать от всех выучить этот текст, текст трех основ наизусть. Но, если кто-то сделает это, это будет прекрасно. От некоторых персонально я, иншаллах, потребую это как задание, обязательное. Для некоторых это будет по-арабски. Для тех, кто не знает арабский язык, они могут выучить перевод по-русски. Ну, как мы сказали, улема, они советовали учить вот так вот наизусть некоторые тексты, потому что тексты эти важны, им их необходимо учить. И вообще, говорится, учи наизусть. Потому что каждый хафиз, хафиз, то есть тот, кто учит наизусть, он имам. Коль хафиз, имам. Каждый, кто учит наизусть, знает наизусть, он имам, то есть он предводитель. Шех Асамин, рахмалаву та'алю, он в конце жизни говорил, все ушло. То есть все, что было из знаний, прочитано и так далее, все ушло, кроме того, что мы выучили наизусть. Это остается с человеком постоянно, навсегда с ним. И некоторые ученые говорили, что что такое знание, твое знание, которое именно у тебя есть. Что это за знание? Многие люди что-то читают, что-то вроде слушают. Но твое знание, это какое знание? Это то знание, которое ты видишь в темноте. То есть не то, которое ты можешь открыть книгу и прочитать его. А то, которое ты без книги знаешь. То знание, которое ты видишь в темноте. Это твое знание, которое сохранено в твоем сердце. Другие улема говорили, что знание твое, это то знание, которое входит с тобой в хаммам. То есть, когда ты заходишь в баню, или когда ты заходишь куда-то, в какое-то место, куда нельзя заносить религиозные книги. Знание, которое туда заходит с тобой, где ты вынужден перед входом оставить все, записи, тетрадки, книги религиозные, вот оно с тобой зашло туда, вот это твое знание, которое у тебя, оно сохранено в твоем сердце. Ибн Таймия, рахима Аллаху та'аля, известное его высказывание, он говорил, что могут сделать со мной мои враги, если мой рай у меня в груди, в моем сердце. То есть, все это знание религиозное, благое, оно вот здесь сохранено у него, в его сердце, выучено именно изусть, что могут сделать, говорил он, мои враги, если мой рай в моем сердце, рахима Аллаху та'аля. поэтому поле болель он конечно должен обращать внимание такую вещь как изучить что-то выучить что-то наизусть во первых во вторых обязательно изучать смысл шах разъяснение того что ты выучил наизусть не просто знать как многие сейчас выучивают нашала или аят из курана или учат хадисы или учат мутуны но но не понимают их смысл нет это неправильно обязательно со смыслом с пониманием того что ты учишь постижение мудрости этих шарятских наук и так не только их но и изучение не только изучение но и их то есть выучить наизусть вот это совмещение это путь улема это метод вообще саров то есть предшественников наших куран как предшественники изучали куран как саров изучали куран они учили куран каждый день среднем по 10 аятов учили куран каждый день а затем обязательно постигали смысл того что они выучили изучали значение того что они выучили полезные выводы из того что они выучили после этого они просили аллах субхану атааля помочь им притворить то что они выучили в действие вместе альм и амаль знания и деяния то есть человек изучает когда религию он изучает одновременно и альм знания изучает обязательно в сочетании со знанием изучает амаль то есть деяние вообще особенности этой умы особенностью исламской умы является фикс то есть знание наизусть знания что сохранение знания наизусть эта особенность мусульманской умы и даже есть такое высказывание что у людей этой умы их евангелия их евангелия в их сердцах то есть если у людей писания у них есть свои книги евангелия и так далее но они не знают наизусть как правило то особенность этой умы что их евангелия их писания их книги у этой умы в их сердцах это первое чем мы договорились и салат аля это ивс если есть возможность у человека выучить наизусть то стараться сделать это выучить наизусть второе чем мы должны договориться еще в автор аля это постоянное прилежная примерное посещение уроков здесь это условия особенно учитывая что наше изучение этой книги трех основ она будет кратким то есть это не будет какое-то долгое изучение на протяжении года или двух до иногда эту книгу проходит так в течение целого года то есть дают очень подробное разъяснение всего того что сказано в этой книге но у некоторых у лама у них методика изучения подобных текстов другая они говорят если автор пожелал сделать эту книгу не длинной для того чтобы упростить для людей потому что он рассчитывает когда писал эту книгу рассчитывал на кого рассчитывал и брал внимание начинающих искателей знаний поэтому сделаю какой краткой или людей простых у которых нет еще знаний поэтому сделал краткой поэтому если мы делаем шарф то есть разъяснение длинным и как бы здесь в какой-то степени идем наперекор чему замыслу автора автор сделал сокращенным кратким да этот труд поэтому они говорят и разъяснение тоже должно быть кратким так вот учитывая что наше разъяснение этой книги она будет общем-то кратким особенно особенно хочется настоять на прилежном посещении чтобы люди не пропускали уроки чтобы они приходили вовремя чтобы они не опаздывали и конечно готовились к занятиям это третье третье условия третье условия что обязательно повторять после урока то что мы проходили на уроке повторять самостоятельно и повторять друг с друга вместе то есть садись вместе в кружок и повторять то что прошли на уроке это очень замечательные метод некоторые студенты туля болей ндж시 расами но вы говорили но так много времени у нас уходит именно на повторение очень много времени занимает повторения quite Halloween говорил им в ответ он говорил а вот это и есть и лин вот это и есть знание потому что знание приобретается через повторение и так это условие начиная изучать эту книгу мы должны знать некоторые вещи прежде чем мы приступим к изучению ее первая ответ на первый вопрос почему мы изучаем то ухит эта книга три основы эта книга по талхиду по единобожию плодите от лида вероучение из дома мы знаем что вероучение ислама также называется талхид то есть единобожие эта книга по ты где эта книга по единобожию потом виду почему мы изучаем только и потому что есть люди которые возражают к сожалению есть сегодня среди мусульман такие которые когда им говоришь давайте начнем изучать талхид говорят почему именно талхид почему нужно начинать стопили да почему мы не начинаем изучение религии сверху почему мы не изучаем религию начинание начинаем сусульфед или с арабского языка снова или сарфа и так далее или с терминологии хадисов почему не с этого много наук разных есть имеющих отношения к шариатским наукам но почему отдали предпочтение минуту виду почему с этого начинаем во-первых потому что аллах субхану тааля сказала я создал джиннов и людей только для того чтобы не мне поклонялись то есть цель нашего создания прихода на эту землю в этом мироздании это таухид это поклонение нашему создателю и наделителю и кормильцу и так первая причина почему мы начали стопы да потому что мы созданы для этого это самое главное второе почему потому что таухид то есть поклонение рабов только аллаху субхану тааля это право аллах над рабами у аллах есть право у аллах его главное право это что мы поклонялись ему третье в рай никто не может войти если у него не будет таухида то есть кроме единобожников кроме мувахидов в рай войти никто не может только мувахиды это непременно условие исключение для кого-то ну вот он был мушрик но он войдет в рай нет такого только единобожники они входят в рай 4 там ухеет дает человеку стабильную безопасность как сказано ваять стабильную безопасность умиротворение там и дает человеку наставление на прямой путь то есть тот удержится тавхида неукоснительно аллах ведет его по прямому пути так спокойствие безмятежность стабильная безопасность направление на прямой путь сладость веры почувствовать сладость имана можешь только с толки там иначе никак только через единобожие следующая причина 5 аллах субхану тааля не принимает от человека никаких религиозных деяний без тавхида то есть если человек совершая деяния ради кого-то кроме аллах религиозные поклоняется кому-то кроме аллах его деяния чтобы он не делал из добра вот может быть он очень много добра совершает но его деяние принято лам не будет ему в вечном мире не принесет никакой пользы аллах субхану тааля может дать ему здесь в этом мире какое-то вознаграждение за его какой-то поступок но вахера не принесет ему никакой пользы следующая по счету 6 6 мы можем выделить отдельно из того что мы до этого сказали сказать залог того что ты будешь идти по прямому пути что аллах будет тебя наставлять это тупить без этого никак следующая причина седьмая тупить это то благодаря чему ты получишь шафа то есть ходатайство пророка саллаллах в судный день проксу саллаллах позволит ему ходатайствовать то есть просить заступаться за людей чтобы они избежали наказания и другие виды шафа этому иншаллах будем изучать так вот если ты хочешь шафа пророка алей саллаллах то обязательно ты должен быть из людей тухида иначе нет тем кто не на тухиде не будешь и поправку саллаллах кроме одного исключения это дядя пророка саллаллах который умер ширки но это единственное исключение для единственного человека пророка саллаллах в отношении единственного человека его дядя абу талиба это это не шафа чтобы он и спасся от ада нет просто наказание в аду будет ему облегчено так что он будет стоять в адском огне а будто и в сандали из адского огня то есть это мелкий адский огонь так что его мозг будет кипеть от жара этого огня до упасет аллах субханаллах это самый легкий ведь наказание как сказано в хадисе и так если кто хочет получить шафа пророк алей саллаллах должен быть мувахидом далее еще причина почему мы начали с тухида потому что пророки посланники аллах саллаллах алей саллаллах когда они приходили на эту землю главная задача была какая их ради чего не приходили их миссия какая чтобы люди поклонялись аллаху субханаллах призвать к этому их последователи также и начинали с чего пророки свой призыв касались ли они сразу вопросов что это храм это халяль нет первое с чего это самое главное начинали с вопроса тухида про колеса то сам когда послал мазов но я были время сказала ему что первое к чему ты их призовешь а ты придешь к людям писания первое к чему ты их призовешь это тухида лоха чтобы поклонялись только аллаху субханаллах и наконец девятая причина таухид важнее для нас чем еда и чем питье чем еда чем вода для нас важнее тухида поэтому мы начинаем с учения тухида если кто-то возразит и скажет почему-то и почему опять-то и мы скажем вот по этим и по другим причинам если кто-то не шала удар вспомнит еще другие причины это будет прекрасно далее человеку которая задает нам такой вопрос а часто можно слушать подобные речи от людей приверженцев разных течений подверженных влиянием разных течений когда они начинают критиковать алисунова джама и говорит почему-то и почему так много то ведь и почему вообще уделяется ему такое значение такому человеку нужно задать вопрос если кто-то возразить нам зачем начали изучение с этого мы зададим такому человеку вопрос простой аллах субханалла создал тебя аллах субханалла привел тебя в этот мир и аллах сообщил тебе что не принимает никакое деяние без то ухида что в рай не войдешь без то ухида правда что ответит это человек любой мусульманин любой мусульманин ответит правда ведь правда истина так оно и есть тогда мы спрашиваем его дальше а ты знаешь это самое то и без которого человек не может войти в рай что скажет этот человек как вы думаете скажет да скажет как правило говорят ну конечно знаю что тут узнать знаю потому что я единобожник я муахид, я знаю. Тогда мы ему говорим, тогда разъясни нам. Разъясни нам, что такое таухид. Это таухид, который Аллах, субханава тааля, возложил на тебя как главную обязанность. Что это такое таухид, если ты муахид? Расскажи мне смысл таухида. Смысл ля-иллах иллах. Что означает ля-иллах иллах? Скажи мне условия, без которых не принимает Аллах твоё ля-иллах иллах. Скажи мне иман, что такое. Скажи мне столпы имана. Из каждого из которых иман несостоятельный. И так далее. То есть задаем эти вопросы зачастую, и очень часто люди говорят, я не знаю. Тогда мы подводим итог и говорим этому человеку. Получается, твоё свидетельство о том, что ты муахид, что ты единобожник это щагадат уззур. Это лже-свидетельство. Это ложное свидетельство. Как так? Аллах, субханава тааля, возложил на тебя эту обязанность, причём это самая главная обязанность, это цель твоего прихода в этот мир, и ты при этом не знаешь, что это твоя главная обязанность. Ты его не знаешь, ты его не изучаешь, ты не уделяешь ему никакого внимания. То есть получается, ты, ну вердикт такой, ты пренебрегаешь религией Аллах, субханава тааля. Хочешь или не хочешь, но это так. Спросите дальше этого человека, скажите ему, хорошо, скажи, Аллах запретил щирк многобожие или нет? И правда ли, что запрет на щирк, на многобожие, это самый строгий запрет, и он гораздо строже, страшнее, важнее этот запрет, чем запрет даже на убийство, прелюбодеяние, воровство и так далее. И если человек умрет, не покаявшись в щирке, ему не будет прощения. Но это такой человек обязательно войдет в ад, и войдет в ад не на год, и не на два, и не на сто, и не на тысячу, и не на миллион, а навсегда. В ад. В адский агоний. Ты знаешь это? Это так или нет? Что человек скажет? Ну, скажет непременно да, это так. То есть это все правильно, я согласен. Ну и потом опять тот же вопрос, что и про то есть. Он скажет, спросим, а ты знаешь щирка, что такое? То есть знаешь, какие есть виды щирка, какие есть проявления щирка. Когда мы спросим, ты знаешь щирку, он скажет, конечно, знаю, я же не муж и конечно я знаю. Ну и вот тогда мы попросим его разъяснить. Дай разъяснение. Что такое щирк, виды щирка и так далее. Что человек, как правило, люди начинают теряться, люди не знают ответ на этот вопрос, и мы тогда скажем ему, Субханаллах, вещь, которая страшнее, чем великие грехи. Вещь, за которую ты можешь вечно напасть в ад, а ты не знаешь, и ты не можешь разъяснить, ты не понимаешь этот вопрос, получается, что ты, опять вердикт такой же, ты пренебрегаешь религии Аллах, Субханаллах, ты легковесно относишься к религии Аллаха. Когда ты говоришь, я не муж, я не совершаю щирк, получается, это лжесвидетельство. Как ты можешь говорить, я не делаю щирк, если ты не знаешь щирк? Что это такое, какие у него проявления, у этого многобожия бывает. Получается, что самое важное для верующего, это мы все ведем диалог с тем человеком, который сказал нам, зачем Таухид. Зачем это так важно, почему мы с этого начинаем. Получается, что самое важное для каждого из нас, для каждого верующего человека, это сначала изучить Таухид, затем применять его в действии. То есть действовать, деяния совершать в соответствии с Таухидом. А третье, это учить людей. Учить потом людей Таухиду призывать. Начиная с самых близких людей, потому что это твоя самая главная обязанность. Итак, это был первый вопрос, который мы сейчас затронули. Какой вопрос? Какой мы сейчас вопрос изучили? Почему мы изучаем Таухид? Почему мы изучаем Таухид? Далее. Все, человек согласился, что Таухид надо изучать. У него не осталось никаких доводов против этого. Но он говорит и продолжает так вот возражать, дискутировать. Говорит, ну хорошо, я признаю, что надо учить Таухид, что это очень серьезно, это самое главное. Почему именно эту книгу мы выбрали? Почему именно три основы? Другие разные книги есть. Много их. Хамдуреля, действительно много разных книг есть. Мы скажем человеку, если человек хочет религиозное знание, искатель знания, Таухид, то ему следует, ему нужно идти вот по той дороге, которую указали, которую проложили для нас обладатели знания. Ахлюляйль, улема. Ведь Таухид, это не какой-то анархичный процесс, неупорядоченный. Нет. Там есть своя методика, своя программа, свой путь. Улема до нас, а это сколько поколений до нас, улема, они проложили этот путь, установили эту программу. Поэтому мы не должны что-то придумывать, чего-то сочинять, какие-то новые пути, какую-то новую последовательность. Мы должны идти вот по этой вот проложенной учеными дороге. Это легче, и только так можно достичь цели. Потому что они достигли, они пришли к итогу, к достохвальному, да. Если мы хотим тоже достичь цели, значит идти по этой же дороге должны, а не выдумывать какие-то другие пути. Некоторые люди начинают превозноситься, начинают проявлять высокомерие. А почему я должен тоже вот так вот идти, по такой методике, почему я должен изучать это? Над учеными превозносятся, над книгами, которые советуют ученые, превозносятся. Но кто будет вот так превозноситься, тот не достигнет. Тот не достигнет цели. Аллах, Субхану и Тааля, сказал, поэтому в Коране «Валяуруддуху ляррасулю, ваилавлил амри минхум, ляаламул лязин астанбитунух минхум». А если бы они обратились к посланнику и к обладателю влияния среди них, в данном случае к кому? К ученым. Они в этом вопросе специалисты. К обладателю влияния среди них, то поняли бы, узнали бы этот вопрос, те, которые могут понять его, сделать правильные выводы. То есть, обратись в этом вопросе к кому? К улема. «Валяу ляфауду Аллахи алейкум, ва рахмату, ляк таба'туму шейтана, илля калийла». А если бы не щедрость Аллаха и не милость Аллаха к вам, то последовали бы все за шейтаном, за дьяволом, кроме немногих из вас. Также Аллах Субхануа Тааля говорит в Кур'ане «Валякин куну раббанийна, бимакунтум туалимуна лькитаба бимакунтум тадрусула». Но будьте раббанийн. Будьте раббанийн. Духовными наставниками, потому что вы обучаете Писанию и изучаете его. Вот этот аят тоже доказательство в данном вопросе. Итак, что сказано в аяте? «Валякин куну раббанийн». «Будьте раббанийн». То есть, Аллах Субхануа Тааля требует от нас, чтобы мы были раббаний. Кто такой раббанийн? Вот этот вот набожный духовный наставник, раббаний. Уляма, предшественники говорили, раббаний — это тот, кто воспитывает людей, уча их основам знаний, прежде обучения сложному знанию. Еще раз, кто такой раббанийн, о котором сказано в аяте? Это тот, который обучает людей, воспитывает людей, обучая их основам знания. Основам знания прежде обучения их какому-то сложному знанию. Так, начинается поэтому все с простого знания. Уляма советует начинать с этой книги. Начинающие Тула Абу Лаильм, люди, у которых нет еще знания, начинать вот с трех основ. Поэтому нужно проявлять благопристойность. Адапт в отношении ученых нужно следовать по той программе, которую советуют знающие люди, обладатели знания. То есть в поиске знания, в Тула Абу Лаильм, не надо изобретать какие-то новые пути. Точно так же, как в мирских науках, на самом деле. Например, медицина. Очень часто, когда мы говорим об изучении религии, сравниваем с медициной. Потому что медицина – это излечение для тела человека. А религия – это исцеление для его духа. Конечно, исцеление для духа важнее, потому что от этого зависит твоя судьба не только в этом мире, но и в вечном мире. Итак, медицина. Мирская наука. Скажите, как люди изучают медицину? Как попало? Пришли сегодня, мне интересно изучить подфизиологию, я начал с этого. Завтра мне интересно почему-то топ-анатомия, послезавтра мне вдруг хирургии хотелось заняться. Я начал там чего-то там изыскивать, чего-то резать, кромсать. Так изучается медицина. Или есть программа, когда начинают с элементарных основ. Человек должен сначала изучить основы анатомии, человек должен изучить основы физиологии и так далее, а потом пойти дальше. После этого… Да, есть строгая программа. Медицина не изучаешь, как попало, а так, как требуют специалисты, как они установили. Только тогда получается, только в таком случае, возможно, что из тебя получится врач настоящий, у которого есть мировоззрение врача, а не просто какая-то каша. Специалист-врач всегда может отличить. Человека, который просто начитался очень много в интернете, в каких-то справочниках по медицине, или программу здоровья он там смотрит много, и слушает чего, и в каких-то там журналах чего-то читает. Такой человек, и человек, который действительно врач. Врач, у него есть мировоззрение сложившееся. Почему? Потому что он прошел программу от и до, по порядку, а не как попало. А человек, который вроде много чего говорит, он там по медицине, но специалист сразу видит, что это не врач. Вот, тем более, если в мирских науках так, то здесь, тем более, в науках шариатских, нужно идти вот по тому пути, по той методике обучения, которую советуют уляма. Именно эту книгу, почему мы изучаем, таким образом, первый ответ какой? Потому что советуют ученые. Ученые вот так советуют начинать с этой книги. Это их насыха, это их наставление. Это первая причина. Вторая причина, почему эта книга? Потому что в этой книге рассмотрены и разъяснены очень важные вопросы. Те вопросы, о которых у тебя будут спрашивать в могиле. Которые будут заданы тебе в кабре. В барзахе. Это очень важный вопрос. Следующая причина. Автор. Автор книги, шейх Мухаммаду Адарагаду, в Тамиме Рахмалаху Та'аля, это имам. Это человек, который в свое время возродил призыв к единобожию. Возродил призыв к сунне. Это имам, человек, которому и книгам которого Аллах Субхану Адару по милости своей даровал любовь и радушный прием в сердцах праведных рабов. Признано, учеными признано, знающими людьми, богобоязненными людьми признаны эти книги, советуют изучать эти книги. И так, из-за достоинств автора. Далее, следующая причина. Автор, жил сравнительно недавно, сравнительно недавно, 200 лет, с небольшим. Почему мы это говорим? Это важно. То есть, автор, он близок к нам по времени. Хорошо. А раз близок к нам по времени, значит, наши, современные проблемы, они были в его время. Он современник тех проблем, которые есть сегодня. И поэтому он, в его книгах есть опровержение вот тех домыслов, тех шубугатов, тех разных измышлений, которые сегодня приводят заблудшие и которыми они туманят разум верующих. Хорошо. Впосредство которых запутывают верующих. Он дал опровержение. И так, какая причина? Он из современных авторов, который дал опровержение тем домыслам, которые сегодня приводят современные последователи Ширка. Далее, следующее достоинство этой книги. Автор, рахималлаху та'алий, вообще это обыкновение его. Если он упоминает о чем-то, упоминает какой-то вопрос, какое-то утверждение, обязательно сочетает его с далилем, с доводом. Вот это вот из важнейших, из самых прекрасных, лучших достоинств этой книги. Что там, если что-то говорит чейх, то обязательно приводит довод на это из Курана и Сунны. Подкрепляет это доводом из Курана и Сунны. Следующее. Книги автора, книги автора отличаются простотой. Они отличаются тем, что они краткие, они ясные, они облегченные для изучения. И шейх приводит что-то сначала в общем, говорит что-то в общем, а после этого разъясняет то, что сначала привел в общем, подробно. вот это вот особенность. Книги его краткие, ясные, облегченные для понимания. Что-то приводит он сначала, какие-то сведения религиозные, в общем, а потом разъясняет их подробно. Еще, еще есть достоинство этой книги, что когда мы проходим эту книгу и читаем ее, там внутри нее есть такое сокровище, как дуа чейха имама автора за нас. Автор молится за ученика, за читателя. Когда мы будем проходить эту книгу, вы убедитесь в этом, иншаллаху и теаля. В чем образом мы получаем дуа за себя. Это одна из особенностей также этой книги. Итак, надеемся, мы убедили человека, который сказал, а зачем три основы. Хорошо, толкните, я согласен, зачем три основы. Поэтому три основы. Вследствие тех причин, которые мы сейчас упомянули с вами. Следующий вопрос, это третий вопрос сегодня. Первый, почему толкните звучать. Второй, почему три основы. Третий вопрос сегодня. Что такое три основы саля за турусуль вкратце? Что такое три основы саля турусуль вкратце? Вкратце ответ, это вопросы могилы. Ас ля туркабр. Те вопросы, которые будут заданы тебе в могиле двумя ангелами. Поэтому кто бы тебя не спросил, о чем эта книга вообще. Саля турусуль три основы. Ты отвечаешь так, это краткое сложение тех вопросов, которые будут заданы человеку в могиле. Это третье. Краткое содержание или что такое три основы вкратце. Что это такое? Те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. Четвертое. Если человек начнет возражать и скажет теперь ну хорошо, хорошо все это. А польза какая? Плод какой? мы сможем собрать какие плоды от изучения этой книги? Польза, плод этого? Ответим основываясь на том, о чем говорит только что. Плод, польза, награда за изучение этой книги такая. Если мы узнаем три основы, узнаем их сначала, затем будет совершать деяния в соответствии с этими тремя основами, затем будем призывать людей к этим трем основам, затем будем терпеть проявлять собор, в чем получение знания, в чем второе, что было в деяниях, третье в чем призыве, первое, если мы будем изучать три основы, узнавать их, если мы потом будем это притворять в деяниях, действовать в соответствии с ними, третье, если мы будем призывать к этому, четвертое, если мы будем терпеть теперь на поприще знания, деяния и призыва, наградой будет что? Ты сможешь ответить с позволения Аллах Субханава Тааля, Бизни Ла и Тааля, сможешь ответить на вопрос ангелов могиле, потому что Аллах Субханава Тааля сказал, Аллах укрепляет Аллах укрепляет тех, которые уверовали твердым словом, то есть словом Таухида, в этом мире и в Ахира, и в вечной жизни, то есть при допросе в могиле, как это сказано в хадисах. Аллах поможет тебе ответить на эти вопросы, Аллах укрепит тебя в этот момент, даст тебе свою поддержку ответить. Вот это будет награда тебе за изучение, правильное изучение, искреннее изучение этой книги. Следующее. Пятый вопрос. Теперь нам надо выяснить, каково содержание этой книги, порядок изложения в этой книге, сведений, то есть из каких разделов состоит эта книга. Сразу запомним, что эта книга состоит, то есть та книга, которой мы сейчас приступаем к изучению, которой состоит из пяти частей. Вообще, когда человек приступает к изучению какой-то книги, или ты приобретаешь какую-то полезную книгу, обрати внимание сразу, это пусть будет правило твое, обрати внимание на две вещи. Первая вещь это вступление мухаддима, вступление автора мухаддима. Вторая вещь это содержание. Начни с этого. Две вещи. Вступление и содержание. Как правило, люди читают вступление в самом конце уже, когда всю книгу прочтут, ну, почитают, что там вступление написано. То же самое содержание. Итак, сначала вступление и содержание. Когда ты прочтешь вступление, ты поймешь терминологию автора, его язык, кто он. Это важно очень, знать терминологию автора, его школу и так далее. Когда ты будешь изучать содержание, ты поймешь, из чего состоит эта книга, то есть, какие вопросы рассматриваются в ней. Вот этот вот мотан, этот текст, текст от трех основ, мы можем разделить, как мы сказали, на сколько частей? На пять частей. Первая часть, из которой состоит эта книга, это четыре вопроса, еще раз, четыре вопроса, которые кратко изложены в суре Алясар. Это первая часть. Четыре вопроса, которые кратко изложены в суре какой? Алясар. Это первая часть этой книги. Вторая часть этой книги, Альмаса или Ассалас. Три вопроса. Не путаем три вопроса, Альмаса или Ассалас, с тремя основами. Саласа Турусуль, это разные вещи. Три основы, это что такое, мы сегодня говорили с вами? Три основы, это что? Содержание этой книги. Вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. Это три основы, Саласа Турусуль. А три вопроса, Альмаса или Ассаласа, это, иншаллах, мы будем изучать с вами. Так, это вторая часть. Третья часть этой книги называется, Почему мы изучаем Таухид? Почему изучаем Таухид? Вообще, это обыкновение автора. Автор, Мухаммад, Мухаммад, Альмаса Таухида, другая книга, чьиха, вы увидите, что и там тоже. Это же. Автор обращает внимание на этот вопрос. Почему так важно изучать Таухид? Потому что немало тех, кто возражает Альсуна Аль-Джамаа, кто не согласен с Аль-Джамаа, кто вообще борется с призывом Аль-Джамаа, будучи не согласными с тем, что Аль-Джамаа так много внимания уделяет вопросу Таухида, вопросу вероучения, заостряя на этом внимание, почему они его изучают сами, обучают этому других. Много не согласны с этим. Поэтому автор, он такой даже раздел в этой книге и в других книгах у него есть почему мы изучаем Таухид. Четвертая часть этой книги, четвертая часть этой книги, собственно говоря, вот эта центральная часть, разъяснение вот этих самых трех основ. Трех основ. Автор сначала упоминает их вначале, эти три основы, но мы сказали, помните, мы говорили с вами, обыкновение автора какого? Сначала что-то упоминает, в общем, вкратце, а потом дает разъяснение. Так вот, эта четвертая часть, это подробное разъяснение вот этих вот трех основ. А три основы, это что мы говорили с вами еще раз? Вопросы могилы. Вкратце, если спросят три основы, это что? Вопросы могилы. Ахамдуллилла. И, наконец, пятая часть этой книги, это заключение. Заключение. Хатима. Заключение этой книги. Ахамдуллилла. 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 Амдуллилла.